Ну, собственно, мы сегодня здесь с вами собрались на айсутоке, да, на замечательной встрече. Темной сегодняшней встречи будут сложности, которые возникают при разработке программного обеспечения, да. Конечно, если говорить о сложности, то вы понимаете, что об этом может и должен говорить только человек с хорошим опытом, скажем, и умение работать в различных командах, с различными людьми в различных проектах. Именно для такого человека сегодня я и спешу вам представить. Собственно, я отсюда влагу, в этом для вас, тем лидера компании Детар, прошу любить и салвать и встречать новую задачу. Всем привет. В первую очередь хочу сказать спасибо, что пришли на меня, а не на премьеру Бэтмена. И давайте начнем. Давайте начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Влад Ильцута, я работаю в DataArt уже более шести лет и опыта работы как разработчик у меня более восьми лет. Пишите часы, пожалуйста. Да. Можете наблюдать мою фотографию. За эти годы у меня было очень много разных проектов, разных направлений, финансы, тревел, медиа, даже арзартные игры были. И я работал с очень большими разработчиками, не разработчиками, а заказчиками. С Америки, с Британией, с Австрии. И сегодня я хотел бы провести с вами своеобразную ретроспективу своего опыта и рассказать, какие же проблемы мы сталкиваемся в нашей жизни как разработчики. В первую очередь, как мы представляем себе нашу профессию, что нам обещают наши дорогие шер, когда мы приходим на работу. Это, во-первых, интересные проекты. Ну, здесь поспорить достаточно сложно, поскольку проекты действительно интересные. Опять же, разные направления, финансы, медиа, на любой вкус. Адекватные заказчики. Ну, здесь уже более субъективный вариант на самом деле, потому что все мы люди, у каждого есть свое понятие адекватности. И в большинстве случаев просто непонимание бизнес-логики приводит к таким, к непониманию заказчика, и люди говорят, что он просто неадекватный. Но об этом мы поговорим немножечко позже. Все мы ожидаем, что мы будем работать с новыми фреймворками, с последними версиями. Да, в принципе, если проект новый, как бы, и фреймворк в свободном доступе, то да, без проблем. Если фреймворк платный, это уже зависит от самого заказчика. Готов ли он вываживать деньги за это. Творческая работа. Все мы как бы творческие люди, хотим писать какой-то классный код, потом хвастаться им. Да, в принципе, тоже вариант, как бы, новый проект, новая, хорошая творческая работа, интересный алгоритм, разные реализации. Свободный график работы. Современные средства нам позволяют работать и издому, из других городов, как бы, remote desktop, teamviewer. Также на всех проектах, в принципе, можно договориться и отрабатывать там рабочее время в какой-то там выходной, если вам удобно. Но здесь тоже есть и обратная сторона медали. Если команда у вас распределенная, я сейчас не говорю про Польшу, Россию, там, в принципе, часовой пояс достаточно маленький, разница во времени. А, допустим, если брать США, Бангкок, то у вас очень мало времени именно пересечения. И, соответственно, это вызывает кое-какие трудности, и вам приходится работать чуть допоздна, либо приходить на работу позже, либо приходить на работу раньше. Ну, как бы, в каждой бочке меда есть ложка тегтя, и про эти ложки мы сегодня с вами и поговорим. На самом деле, в реальности вас будет ждать сложная бизнес-логика, которая не всегда тривиальная и, да, и порой даже очень непонятная, поскольку, как бы, не вы владелец этого бизнеса, вы всего лишь человек, который будет делать реализацию его. Дедлайны. Очень тоже интересная вещь, поскольку это дополнительное средство давления. Вы обязаны сделать работу вовремя. Невалидные стимейты. Кстати, про дедлайны. Здесь тоже идет в упор ваш свободный график. Допустим, если у вас день релиза, вам, скорее всего, придется остаться до вечера, чтобы проверить, чтобы продукт нормально ушел. Вы, конечно, можете наплевать, сказать, там, у меня 8-8 часовой рабочий день, что я буду тут делать. Но это впоследствии может сказаться негативно на вашей карме. И потом, когда у вас будет большой интересный проект, вас, скорее всего, просто на него не возьмут, потому что вы недостаточно ответственный человек. Невалидные стимейты. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, поскольку стимейты делаются обычно не теми людьми, которые потом их реализовывают, грубо говоря. Legacy Code. Большие системы, большие фреймворки. Старые фреймворки, куча код низкого качества. Это то, что вам тоже придется сталкиваться. И в этом случае вы можете, наверное, попрощаться даже с творческой работой, поскольку вам придется, скорее всего, делать какие-то костыли, чтобы система работала. Простой тоже. Вы будете ждать проекты, будете ждать дизайн, ждать доступа к базе и еще кучу всего. И это тоже как-то вызывает какой-то определенный дизмораль. И бюрократия. Куда же без нее все мы любим бумажечки и бегать с ними. Ну, начнем теперь по порядку. Начнем с самого важного фактора, который вызывает давление. Это время. Про время нельзя говорить, не говоря про Fixed Price проекты. Что такое Fixed Price проект и почему он нравится всем заказчикам? Fixed Price проект — это проект, в котором четко определены требования, время, деньги, которые за него будут платить. Соответственно, заказчикам он нравится, потому что кому не будет нравиться, если он платит за проект, сколько он будет платить и когда он получит реализацию данного проекта. Почему как разработчикам нам Fixed Price проекты должны нравиться? Ну, наверное, потому что требования должны быть фиксированные. Но фиксированные требования — это миф. Как бы ни на одном проекте не было такого, чтобы требования не менялись, не было никаких члендж реквестов и все. Это, в прежде очередь, вызывается тем, что неправильное понимание бизнес-логики, неправильные стимейты. И приходится очень много овертаймить, и просто люди не успевают до дедвайна. Соответственно, Fixed Price проект — это очень большая нагрузка. И поговорим сразу про стимейты. Сразу начнем с примера. Один мой знакомый, Project Manager с Global Logic. К ним пришел заказчик с просьбой. У меня есть проект. Мне надо дописать кое-какой определенный функционал для него. Пожалуйста, проэстимируйте. И как бы, если меня все устроит, то мы с вами заключим договор. Проект дали, требования дали одному из сеньоров. Он его посмотрел, там написал свои приблизительные рамки, в которых можно закончить данные таски. И это все ушло заказчику. Заказчик посмотрел, сказал, да, круто, я согласен, давайте начинать работать. Реализацию делал какой-то определенный миду и вышло так, что за недели где-то 2-3 до релиза оказалось, что большая часть требований просто-напросто не реализована. На вопрос, почему, оказалось в этой системе, которой им предоставили достаточно много багов, которые мешали именно реализации данной системы. И человек, который работал, он там тратил огромное количество своего времени, работал на выходных и не успел, не положился в сроке. Какие же основные ошибки были в данном сценарии? Ну, первый тревожный звоночек, это все-таки, когда заказчик приходит и говорит, допишите мне проект. Вопрос, почему он был не дописан заранее. Скорее всего, здесь случилось так, что заказчик попал на какую-то недобросовестную контору, скорее всего, либо с Инди, либо с Филиппин. И, ну да, вы смеетесь, но на самом деле так оно и есть, как бы самая дешевая рабочая сила именно там. И, соответственно, они сделали ему нерабочую систему. Потом первая ошибка, которую допустили, это делание стиммейтов для какой-то системы без видения данного кода. Здесь тоже, как бы, есть другая сторона медали, что заказчик не будет предоставлять код, заранее не будя уверен, что он заключит договор, поскольку код это все-таки интеллектуальная собственность. Соответственно, да, это была первая ошибка. Вторая ошибка была уже на стороне разработчика. Когда он увидел, что система полна багов и он 100% не вложится в стиммейты, он вместо того, чтобы пойти пообщаться с менеджером, он решил это все как-то закрыть своими силами, что, в принципе, неправильно. И третья была ошибка уже на стороне менеджера, потому что он не досмотрел за проектом. Вот так вот. Соответственно, стиммейты, вещь достаточно гибкая, и она будет меняться в зависимости от того, как меняются требования. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, это овертаймы. Овертаймы – это когда вы работаете, тратите свое личное время, независимо, мы, честно говоря, оплачиваем, а оно нет, на то, чтобы покрыть свое незнание, либо на то, что вы не успеваете. Вы работаете на выходных, вы можете работать допоздна, как бы, и да, вы думаете, что так вы работаете продуктивно. И на самом деле это далеко не так. Продуктивность весь достаточно относительно. Это не то количество кода, которое вы напишете. Продуктивность – это качество вашего кода и соизмеримо с функционалом. Соответственно, если вы работаете на выходных, работаете допоздна, вы начинаете выдыхаться и рискуете сгореть просто-напросто на работе, потерять всякий интерес, что достаточно страшно. Если вы не испытываете удовольствие от вашей работы, ну, это грустно. И приведу пример. Это уже был мой личный опыт. Я тогда был джуниором. Это был мой первый проект в DataArte. И я катастрофически не успевал. Не успевал там по ряду причин, поскольку, во-первых, эстиммейты были невалидные, во-вторых, просто отсутствие определенного количества знаний. Мне приходилось наверстывать, учиться постоянно. И получилось так, что я работал в выходные, работал до 12 до часу ночи каждый день. И в один прекрасный день ко мне пришел Team Lead и говорит, я тут смотрел твой код и ты закометил какую-то фигню. Я зашел, начал смотреть и действительно там была конкретная фигня, которую я просто автоматом сделал. Вот как бы. И вот вам мои советы по поводу, как не сгореть на работе. Вы должны отдыхать, вы должны переключаться. Занимайтесь какими-то спортивными действиями, ходите в спортзал, плавание, рисование, все, чем угодно. Но переключаться вы должны. Вы не должны постоянно сидеть с одним и тем же тасками, с одним и тем же работой. Дальше. Следующим пунктом, про который я хотел поговорить, это знания. Куда же без знаний? У вас будет очень часто стыкаться такие вещи, что вам приходит таск, которую вы не знаете, как сделать. В этом плане вам поможет команда. В этом плане вам поможет интернет, в котором офигенное количество просто всяких форумов и всего остального, где вы можете просто найти то, что вам надо. Вы должны себе уяснить, что вы должны постоянно развиваться. Если вы не развиваетесь, если вы не читаете новой информации, вы как бы теряетесь с рынка. И, соответственно, рано или поздно вы не сможете найти себе нормальный проект. Вот один из примеров. Один прекрасный день мне дали задание изучить определенную систему. Информации по этой системе было очень мало. Там было 2 или 3 статьи и с одним единственным примером это число Fibonacci. Да, больше ничего как бы. А заданий было там достаточно много. Мне пришлось связаться с разработчиками данной системы и уже с ними напрямую вытаскивать данные. Потому что, как оказалось, в интернете было их очень мало. Система была очень непопулярна. Поэтому, да, данные всегда можно получить в любом случае. Вне зависимости от того. Главное просто найти подход. Мое предложение к вам это просто делите задачу на мелкие задачи. Делайте им какой-то estimate. Так вы будете уже определяться, сколько вам времени потребуется на изучение того или иного функционала. Давай дальше. Сложности бизнес-логики. Это то, с чем вы встречаетесь. Встречается, как будете каждый день. Бизнес-логика сделанная под определенный бизнес определенным человеком. Она включает в себя очень часто человеческий фактор, который не так просто запрограммировать. И это вызывает определенные проблемы, когда вы читаете требования, поскольку каждое предложение может звучать двояко. Вы видите это по одному, заказчик видит это по другому. И, соответственно, вы не вписываетесь в рамки. Пример сложности бизнес-логики. Допустим, возьмем travel. Обычный. Вы букаете комнату. В каждой комнате есть свое понятие как cancellation policy. Оно включает в себе дату, когда можно заканцелить комнату. И какой чарж будет снятый за это. Задача заключается в том, чтобы найти день, когда комнату можно заканцелить при неоплате покупателя. Вроде бы не просто простая задача. А теперь посмотрим, какие возможны варианты данной задачи. Человек букает несколько комнат с разным cancellation policy. Человек и отель находятся в абсолютно разных городах. Соответственно, здесь надо учитывать и временные политиков. Разные люди по-разному могут оплачивать. Некоторые там есть аккаунт, которые не просто хранят деньги. Некоторые могут платить за букинг сразу. Это тоже надо учитывать. И перейдем сразу к примеру. 1 плюс 1. Первое, что вам входит в уму, это, наверное, 1 плюс 1 равно 2. На самом деле это не всегда так. 1 плюс 1 может равняться 11, если это две строки. 1 плюс 1 может равняться как единице, так и двум. Если мы сейчас говорим про те же комнаты, когда-то вы букаете на двух людей. Там может быть либо двуспальная кровать, либо односпальная кровать. Все зависит именно от контекста. В контексте надо разбираться, иначе у вас возникнут проблемы, которые вы не сможете решить. Вам придется постоянно бегать к заказчику, и заказчик вам будет объяснять своими словами. Соответственно, у вас могут возникать недопонимания. Дальше. Простой. Простой – это то, с чем вам придется сталкиваться постоянно. Я выделяю два вида простоев. Первый простой – это когда вы ждете проект. Мы сейчас говорим про большие конторы, у которых огромное количество разных проектов, и программисты просто между ними прыгают, как зайчики. И вот, если вас не берут на проект, значит, вы должны понять, почему вас не берут на проект. То ли вам не хватает знаний в определенном фреймворке, то ли вам не хватает уровня английского, то ли еще чего-то. Соответственно, вам надо поговорить с менеджерами и понять, чего вам не хватает, и сделать в упор в этом направлении. Второй вид простой – это когда вы уже на проекте, но вы ждете чего-то. Доступа к джире, базы данных, дизайнов. Для чего только угодно. И в этом плане я советую вам просто делить внимание и изучать бизнес-логику данного. На чем построен бизнес. Чем больше вы поймете бизнес клиента, тем легче вам будет его разрабатывать. Тем меньше проблем у вас возникнет. Legacy Code. В большинстве случаев вы будете иметь дело уже не с новыми проектами, а с большими системами, которые требуют поддержки, которые очень плохо масштабируются. Соответственно, они были основаны на каких-то старых фреймворках, не новых версиях, и работать с ними достаточно тяжело, поддерживать код тоже тяжело. И вам придется очень часто писать всякие костыли, и вы будете иметь доступ только к коду очень низкого качества, что очень достаточно стрёмно. Приведу пример. У меня был на проекте код. Допустим, все знают, что такое, как сделать обновление базы данных, я думаю. Просто обычным там query update. Там надо было поменять всего лишь одну колонку. Как это было сделано в системе? Сначала мы взяли данные, засунули их в объект. А потом мы удалили данные с базы и залагировали. Deleting first time. Потом через несколько строчек я смотрю, там опять тот же самый delete вызывается. Deleting second time залагировано. И потом мы делаем insert. Соответственно, мы делаем сколько вызовов в базу. Select, delete, delete, insert четыре раза вместо одного. Потом на этом же проекте, там немножко другой функционал. Там был большой select такой с кучей join, который выполнялся сам по себе 15 секунд где-то. И что же я нахожу как бы? Если нет результатов, а давайте выполним этот select еще раз. Еще потрачим 15 секунд, чтобы получить данные, которых просто-напросто нет в базе. Да, вот такие вот дела. Также я работал, допустим, с филиппинским кодом, который был еще ниже качества кода, наверное, чем индусского. Там были такие вещи, какие-то нетривиальные версии наследования. Там data source наследовался от validate.me. Validate.me наследовался от email.me. И, короче, какое-то вообще сумасшествие. И вот как-то да. И с кодом низкого качества вам придется иметь работу, в принципе, наверное, практически каждый день. Поскольку в команде вы работаете не один. Бюрократия. Ну куда же без нее? Чем больше проект, как показывает практика, тем больше бюрократии в этом проекте. Поскольку системы достаточно большие, то каждое мелкое изменение может затронуть, принести за собой большие последствия. И, соответственно, в этом плане вам придется запоминать кучу всяких документаций, репортов, которые абсолютно никто не читает. На моей памяти был проект, в котором мы делали, должны были сделать изменение, фикс одного бага, связанного с прайсами, с ценами. И в этом плане мы должны были написать огромный документ, то, как мы это будем делать. Мы сделали это там, описали, сделали схемку даже, отправили ее заказчику. Заказчик посмотрел, говорит, да, круто, давайте делать. Мы сделали реализацию, и потом они говорят, а эта реализация не соответствует документу, который вы нам прислали. Соответственно, первым вопросом было, ну давайте определимся, где она не соответствует. Соответственно, они нам выкинули какое-то там предложение с текста, которое просто вырвано из контекста. Ну поскольку как бы ни мы, ни носитель английского языка, ни заказчик не является носителем английского языка, здесь возможны еще такие двойные проблемы с пониманием. Как бы мы говорим, ну вот тут была схема, как бы по схеме все видно прекрасно. А мы схемы не смотрели. И все, как бы, на этом мы приехали. Бюрократия, она достаточно шаблонная сама по себе, поэтому как бы основные отчеты, они просто делаются копипастом, что как бы тоже опасно. Допустим, мне вот недавно пришли, свежий пример, пришли на ревью тест-кейсы. Грубо говоря, у вас есть три поставщика. Проблема была в поставщике номер один. Тест-кейсы были так, заголовок. Проблема в поставщике номер один. Первый шаг. Смотрим поставщика номер два. И третий. Аоги проверяем в поставщике номер три. Как бы QA, который эти кейсы писал, он, конечно, делал все правильно, как бы, но кейсы сами были неправильные. И когда эти штуки посмотрели, как бы это вызывает какое-то, как бы сказать, недоверие к человеку. Теряется уровень его профессионализма. Поэтому документы надо всегда оформлять правильно. Ну и самый, наверное, такой большой пласт – это командная работа. Что может быть лучше, как бы. Команда вас всегда подстрахует, команда всегда вам поможет. Давайте начнем, наверное, с код-ревью. Все, наверное, знают, кто такой код-ревью. Это когда вы вложите код, его смотрят другие разработчики и дают вам свои комментарии. Эта вещь достаточно очень хорошая в плане того, что если не вы разрабатывали модуль, но вы дописывали его, и вы выкидываете код на ревью, человек, который его разрабатывал, может знать какие-то подводные камни, о которых не знаете вы. Но в большинстве случаев я сталкивался с неправильным подходом к код-ревью. Давайте обсудим основные моменты. Во-первых, в код-ревью участвуют две стороны. Это человек, который вываживает код, и люди, которые этот код смотрят. Первая проблема – это с человеком, который вываживает код. Основная проблема – это невосприимчивость к критике. Типа, я крутой сеньор, фиг мне, что вы тут комментируете мой код, я пишу без ошибок. Как бы были такие кейсы. Это неправильный подход. Вы должны быть открыты к критике, потому что вам могут дать серьезные… Открыть вам глаза на серьезные проблемы, которые вы могли просто-напросто выпустить. Все мы люди, все мы делаем ошибки. Соответственно, здесь критику надо воспринимать правильно. Вторая проблема – это то, что человек вываживает очень много кода за раз. Здесь, как бы, чем больше кода вы вложите, тем сложнее его ревьювить. Это надо понимать. Как бы, тем больше времени на него потратится. И проблемы, как всегда, это с другой стороны. Как бы, неаргументированная критика. В моем примере, в моей же примере было такое, я выложил код, и мне написали. This is a very bad solution. Think about another solution. Я такой, а? На самом деле, это критика неаргументированная. Почему? Потому что, как бы, ты не понимаешь, что человек от тебя хочет. Если это решение плохое, то, пожалуйста, скажите мне, в чем мое решение плохое, и я, как бы, его изменю под вас. Как бы, я не держусь за свой код. Но если критик… Сама цель код-ревью – это сделать диалог, в рамках которого вы найдете лучший вариант. Как бы, поэтому критика должна быть аргументированная. Во-вторых, надо подбирать внимательно слова, потому что вы можете человека просто-напросто обидеть. Здесь я рекомендую просто использовать вопросы, либо предложения. Типа, на мое мнение, я бы использовал это, а ты не думал, чтобы посмотреть вот это. И тогда, в принципе, это будет все более-менее у вас хорошо слаживаться. Конфликты. Конфликты в командной работе встречаются очень часто. В первую очередь из-за неадекватности определенных людей, как бы. Я опять говорю, как бы, адекватность людей достаточно субъективная, но есть очень неадекватные требования, и сами люди достаточно бывают неадекватные. Приведу парочку примеров. Прибегает ко мне менеджер, со стороны клиента такая, и говорит, Remember Me функционал не работает. Я такой, ну окей, посмотрел на тесте, работает все нормально. Говорю, ну давайте проведем демо, посмотрим. Она берет, открывает Chrome, нажимает галочку Remember Me, логинница, зашла, закрывает Chrome, открывает ИИ, открывает сайт и такая, не залогинилась. Я такой думаю, женщина, может тебе хочешь на другой комп еще перейдешь? Я говорю, оно так и не должно работать. Она говорит, в Фейсбуке работает. Я говорю, ну давайте проверим в Фейсбуке. Она нажала на Фейсбуке, ой, действительно не работает, такая покраснела, ушла. Второй пример. Как бы день релиза. У нас огромный блокер, не работает SSO. Объясню, что такое SSO. Это когда у вас есть два сайта, и логинясь на одном сайте, вы должны автоматом залогиниться на другом сайте, когда вы на него перейдете. На тесте все работало, стейдинге, но вайве почему-то не работает из-за каких-то там специфических требований, из-за требований системы. И в это время один из разработчиков IQA занят тем, чтобы подбирать цвет под тест. Получается, есть сайт, работает одновременно на тесте, и заказчику захотелось, менеджеру со стороны заказчика, захотелось, чтобы фон у него был другого цвета. Слайва. Ну окей. И они сидят и подбирают. Я подхожу, они там, ой, этот цвет сильно темный, ой, этот цвет сильно светлый. И они где-то час потратили, чтобы подбирать этот цвет. Самое веселое, что она пришла ко мне на следующий день и говорит, а я пришла домой, и цвет совершенно другой. Я такой, а контрастность, ну от контрастности монитора зависит, мы тут ничего не сделаем, как бы. Она говорит, да. Как бы да. Про неадекватность. Очень часто требования приходили, допустим, написанные на бумаге, ручкой, сосканенные. И сиди разбирайся в тех каракулях. Как бы да, приходилось такое, как бы. И в принципе вот, да. Люди бывают разные. Командная работа тоже, как бы, заключается в том, что вы должны доверять человеку и, как бы, испытывать какое-то уважение. Но бывали случаи, когда у нас был созвон, и человек спрашивает, есть ли у меня какие-то вопросы. И девочка, как видите, такая, говорит, да, у меня есть вопрос. И этот человек сразу дропает созвон. И такой, если вопросов нет, то продолжим. Ну это тоже какой-то уровень неадекватности, непрофессионализма и вызывает к человеку абсолютное какое-то такое, не то, что недоверие, а просто, ну вы его уже воспринимаете непрофессионал. Ну как бы, как непрофессионала. Да, бывали такие случаи. Соответственно, вы должны всегда показывать свой уровень профессионализма. Люди должны испытывать к вам уважение, иначе просто-напросто вы не сможете работать нормально в команде. И если к вам приходит, вот случилось такое, что вы работаете с таким неадекватным человеком, как с ним общаться, если он у вас постоянно вызывает какую-то злость и все остальное, как бы вы хотите уже повесить там трубку или еще. Здесь в плане мне очень помогла моя коллега, она сказала, а ты общайся с ним как с маленьким ребенком. Ну человек недалекий, ну окей, объясняй ему все на пальцах. Он заказчик, он со стороны заказчика, или что, через этого человека идут деньги в ваш карман. Соответственно, да, вам придется иметь дело с такими людьми и как бы, соответственно, как-то налаживать с ними контакт. А какие еще были конфликты? Конфликты тоже есть подставы, когда вас откровенно подставляют. У меня была такая ситуация, когда работали две конторы, два сайта было. Над одним сайтом работал DataArt, над другим сайтом работала индусская контора. И нам потребовалась от их системы одна колоночка в базе, которая как бы там у них на сайте нажимается кнопочка и в базу заносятся данные, которые мы потом будем использовать в своем алгоритме. Замечательно, сказали, они сделали. Мы сделали свой функционал, работает. Через месяц приходит бага, функционал поломался. Как бы мы начали смотреть, смотреть, вроде по коду все нормально, ничего не менялось. И оказалось в конечном счете, что колонка, которую мы попросили, они ее переименовали. А вместо нее создали такую же самую колонку и записывали туда уже какие-то левые данные свои. Но это откровенная подстава, потому что колонка не использовалась изначально в их системе и не должна была использоваться. Я тогда немножко разозлился, написал такое суровое письмо, о чем немножко пожалел как бы. Вы должны понимать, что эмоции никогда не должны вами руководить. Должны испытывать какое-то холоднокровие, потому что если вы эмоционально на кого-то высказываетесь, это опять же показывает уровень вашего непрофессионализма. Вы всегда, как бы, если там что-то у вас взвозь вызывает, там, выйдите, там, чашку, кофе выпейте, там, покурите или чем-то займитесь, как бы немножко переключитесь, потом придите на свежую голову и напишите ответ. Вот, как бы, да, это все, наверное, что я хотел сказать про командную работу. И, да, вопросы. Есть у кого-то какие-то вопросы? Вопросов? Нет вопросов. Ну, как бы, ну, может, картинку испугались. Да, на самом деле, если у вас есть вопросы, вы стесняетесь их сказать, вы можете мне написать, да-да-да. На почту, скинь, пожалуйста, второй ставить. И я с радостью отвечу на них всех. Да. Часто ли в командной работе бывает такое, что в банк приходит проект, у вас, например, 5 человек в команде, и тут один работает, и два работают, а остальные просто. И нормально ли это? Бывают такие варианты, когда команда распределенная, и часть команды занимается каким-то делом, и часть команды просто не может сделать свой функционал, пока не будет сделана другая часть. Ну, в смысле, таски нельзя просто распараллелить. Такое бывает достаточно редко на самом деле, потому что в этом случае просто не набирают такую большую команду. Потому что команда поменьше с этими проблемами справится намного лучше. В этом плане вот та часть, которая в простой, она может просто заниматься, сидеть на каком-то другом проекте до какого-то определенного момента. Еще? Да. Вот смотрите, представьте такую ситуацию. Был заказчик, у него какой-то серьезный проект, связанный с финансами. И изначально этот проект для него делал Индрич. Индрич не очень добросовестный, писал такой, который разобрать практически нереально. В любом случае, в определенный момент этот Индрич проект выбросил, заказчик должен его развивать. Заказчик, он приносит деньги, и он обращается в нашу контору. Да. Он дает нам этот лего-си-код совершенно не читаемый и требует, чтобы мы его развивали. В определенный момент сервис расширяется настолько, что этот лего-си-код, который был заложен в самой основе, просто полностью разрушает бизнес-логику и не позволяет его увеличивать дальше. Он просто упадет, не выдержит или что-нибудь такое. При этом заказчик считает, что наша команда некомпетентна и отказывается полностью от оплаты и требует продолжать этот проект, не разрешая переписывать, например, ядро и не одобряя эстимейты на это. Как действует в такой ситуации? В этом плане действуете не вы, в этом действует в плане уже адвокат. На самом деле, если заказчик не отказывается платить. Если заказчик хочет поддерживать немасштабируемую систему, в этом делается все просто. Вы идете с ним на диалог. Вы показываете плюсы и минусы данной системы и что переписать систему будет значительно дешевле, чем ее поддерживать. Все заказчики любят деньги, поэтому в этом плане, если вы сделаете достаточно серьезные аргументы в плане переписывания, человек с вами просто-напросто согласится. Потому что немасштабируемые системы поддерживать достаточно сложно. в плане переписывания. Это все достаточно вещи субъективные. Если у вас нет скилла и стимирования, вы не сможете сделать нормальные стимейты, потому что вы не видите всех подводных камней. Вы не рассчитываете время на баг-фиксы, которые там понадобятся, на уточнение, на чейнджи-квесты. Вы там смотрите, да, вот такая таска легкая, я ее сделаю за 8 часов. А на самом деле там потом всплывут камни какие-то, в плане баги какие-то, человеческий фактор, которые просто-напросто не учитывали. Поэтому, с одной стороны, да, это нормально. Но как бы тут тоже варианты. Поскольку на моей памяти были такие кейсы, когда сеньор делал estimate, потом он давался middle, middle его пытался сделать, не успевал. Потом опять отдавались этому сеньору, и этот сеньор тоже не успевал в своей estimate. Поэтому, да, стимирование, эта штука достаточно субъективная. В плане, как бы, для каждого человека она по-разному. Но обычно, да, сеньоры делают estimate для middle уже. Под какой-то уровень скилла. Еще одна пробка? Да. Здесь, опять же, идут сдвиги дедлайнов. Либо тогда уже заказчик оплачивает овертаймы, если он хочет, чтобы проект был закончен вовремя. Здесь понятно, как бы, есть каждые рамки. Когда подписываются контракты, там четко указывается, до какого времени заказчик должен все предоставить. С этого момента там начинается уже работа и стимирование. И, да, если там по каким-то причинам это все задерживается, соответственно, рамки сдвигаются. Да. А что, по-вашему, самое сложное в разработке? Самая сложная? Командная работа. Потому что всегда вы, как бы, если будете работать в разных командах, вам всегда надо будет находить общий язык с командой. Если вы с ними не будете находить общий язык, вы не сможете эффективно работать как команда. Потому что команда — это все-таки одно целое. Еще вопросы? Ну, если вопросов действительно нет, тогда позвольте, собственно, традиционно поблагодарить нашего докладчика за замечательное докладчика. Ладно. Ну, это тебе. Джо, это твою, держи. Поэтому это часто для тебя. Но сегодня, так как ты обладатель этой крутой чашки, теперь твоя такая, знаешь, непосильная очень задача. Я просто хочу, чтобы сейчас ты продемонстрировал действительно тем лет, насколько вот ты говорил сегодня, что главное быть не эмоциональным. Да, именно так. Но тем не менее, насколько способен рассудительно совершать определенные поступки. Сейчас я предлагаю выбрать троих людей, которые, чьи вопросы тебе наиболее интересными показались. Вот действительно в доказательство рассудительности, да, и всего остального. Попробуем? Да, хорошо. Ну, молодой человек. Выходите к нам. Еще один молодой человек. И, наверное, да, про командную работу. Да, командная работа, это оно. Выходите к нам. Давайте поаплодируем этой тройке. Ваши вопросы действительно стали самыми интересными для нашего докладчика. Это благодарность вам, собственно, за вашу активность, да. Ну, я вам скажу по секрету, что вы еще можете лично потом помучать Влада своими вопросами, да. В очередной раз он поможет с удовольствием вам ответить на все во время кофе-брейка. Ну, и прежде чем мы переступим к неофициальной части, я бы, конечно, хотела напомнить, что сегодня при регистрации каждый из вас получил вот эти вот анкетки, которые есть, да. Дело в том, что мы пробовали с вами разные версии анкет, да, какие-то электронные форматы и так далее. Сегодня мы посчитали, что мы попробуем вот такой ручной формат. И очень хотелось бы, чтобы вы оставили свои отзывы. Больше документации. О сегодняшней встрече, о сегодняшнем докладе, потому что вы, как никто, знаете, что мы всегда стараемся учитывать ваши пожелания и действительно делать так, чтобы наши встречи каждый раз становились все лучше и лучше. Ну, и самое главное, не могу, конечно же, не сказать о том, что, вы знаете, 23 апреля у нас состоится очень особое мероприятие. Это тестинг-доджо. Кто знает, что это за формат круто, кто не знает, приглашаем узнать всех. На самом деле это мини-хакатон по тестированию, который мы предлагаем провести для всех желающих. Анонс появится буквально на днях на нашем сайте, и с завтрашнего дня официально будет обязана регистрация на это событие. Ну, а если вы захотите послушать новые интересные доклады, в этих анкетах обязательно укажите еще и темы, которые вас интересуют. И мы с удовольствием будем искать новых докладчиков, которые смогут действительно ответить на волнующие вас вопросы. На сегодня у нас осталась только неофициальная часть. Собственно, на кофе мы вас всех и приглашаем. Ребята, вам за активность спасибо, докладчику спасибо, и вам всем до встречи. Спасибо. Проходите, не стесняйтесь.